Привет, Эси! Это Супролент, и мы продолжаем нашу удивительную историю в плане спасения моего рыжего Брачуни. Перекрашенного. Мы его, короче, чтобы покрасили в предыдущей серии, если ты не видел. Так что глянь. Ну, а мы продолжаем. Итак, нам нужно сейчас открыть с тобой вот эту огроменную дверцу, которая ведёт прямо в Синевиль. И, в принципе, всё. Брачунь доставлен к своему папаше. Ну, на самом деле, всё не так-то просто. Ты посмотри вниз, там лава. А вот эту кнопку нам нужно нажать. Я, конечно, могу сделать вот такой вот. Я, кстати, не знаю, я туда залезу или нет, там нету. Подожди, там тоже стекло. Мне понадобится моя ловкость и сноровка. Есть вероятность, что я сейчас с первого раза грохнусь. Так, значит. А подожди, я вот тут, смотри, выступ есть. Можно вот так вот опуститься аккуратненько. Ох, ты ж нифига себе. Ты посмотри, там стекло практически до низ, до лавы идёт. Ну, что поделать? Будем рисковать. Кастуем сюда наш кирпич. Хотя, знаешь, чё, может нафиг здесь кирпич? Давай мы сделаем вот таким вот образом. Кастуем в лаву. По идее, он не должен сгореть. Он же магический. Ага. И падаем прямо на него. Главное не промахнуться. О, видал? Вот это я понимаю. Теперь нам нужно взобраться как-то наверх. Конечно же, можно это сделать при помощи нашей крутой пушки. Но есть прикол, что до туда я не достаю. Достаю я только до... А, это тоже не магнитится. Вот это прикол. И как мне обратно наверх забраться? Ээээ, вы чё, прикололись что ли? Чё я сюда упал тогда? Блин, надо было наверху гранату транслокатора оставить. Ладно, чё, будем погибать. А, так вот. Я тут не увидел щель. Смотри, можно, короче, вот так вот туда прокатить. И как бы... И как бы всё, да? А дальше я знаю, как чё делать. Смотри, берём нашу пряжечку. Магнитим нашу шарамбу. И катим её сюда. Вот таким вот образом. Давай-давай. Опа! Телепортируемся. А, нет, телепортнуться не могу. Ладно, тогда надо на кнопку её поставить. О, видал? Наконец-то я дома. Ого, как он озлобился сразу. Злогень пищекастый. Найдите причину проблем с водой на вулкане. Хорошо, мы найдём. Давай, братюнь, беги быстрее. Вот тебе ускорительный пинок. Так. Здесь у нас ванно-банный комплекс. Сейчас братюнь пробежит и станет синеньким. А то его предки-то не узнают. О, видишь? Всё. Синенький. Ма! Всё, я его приторабанил. Смотри, вот он. Живенький, целёхенький. Папа! Сын, я так рад, что с тобой всё в порядке. И? Это всё? Это весь семейный диалог? Он даже не повернулся к сыну. Какие же синие убогие. Вот серьёзно. Мам. Не, подожди, давай с братюней поговорим вначале. Прости меня. Блин, я же давал себе слово, чтобы я его братюней не называл. Ах ты проказник, а? Заразительное слово. А синий король? А синий король вообще с нами разговаривать не хочет? Вот так-то, да? Я твоего сына спас, а ты мне даже добрых слов не скажешь. Мам, чё делаем? Пожалуйста, вернись к вулкану и реши эту проблему с водой, хорошо? Ну, моё, я же спас вон того идиотину. Пусть он пойдёт и решит проблему. Это вообще не наша территория, блин. Ооо, сынок, сделай то, спаси мир, помоги синим. О, господи, мама. О, не понял. Ты кто такой? Не хватает двух зелёных лун из трёх, поэтому дверь невозможно открыть. Они спрятаны в сундуках где-то под красным кристаллом. Это мощное устройство поможет тебе их найти? Детектор сундуков. Точно поможет. Это не лохотрон никакой. Значит, ладно, покупаем. Детектор сундуков. Пищит, когда неподалёку от вас есть сундуки. Надеюсь, это устройство рабочее. Кстати, теперь понятно, зачем здесь вот эта коробочка была. Вкл-выкл детектор сундуков. Вкл. А, видишь? Вкл-выкл, вкл-выкл. Всё, мы включили детектор сундуков. Теперь мы отправляемся на поиски наших зелёненьких лун. Ну, чё значит, отправляемся к МакГафину. Всё началось с красного кристалла. И всё, по всей видимости, там и закончится, да? Ну, по крайней мере, с зелёными лунами. Смотри, как пиликает. Значит, где-то рядом сундук. А тут? Воу-воу-воу. Пиликает ещё сильней. Надо наверх забраться. Сундук вот тут, вот, вот. Посмотри, какая здесь щель. Ага. Смотри, нашёл лазеечку, наконец-то. Сундук вот здесь вот. Всё, нашли его. Да? Да, вот он где спрятался. Ха-ха. Открываем. Регенерация здоровья. Ну что, мы вернулись к нашему красному кристаллу. Где-то здесь спрятаны две части зелёной луны. Не буду скрывать, я уже здесь бродил. И, кажется, знаю, где есть одна часть. О, детектор запищал. В общем, одна часть, скорее всего, у нас туда детектор и ведёт, спрятана вот здесь вот. Вот прямо здесь, за этой стенкой. Вот она, смотри. Я, правда, не знаю, как нам детектор поможет в этом деле. Вот он. Видишь, сундучок? Даже не представляю, как к нему проникнуть. Он очень хорошо защищён. Погоди-ка. Смотри, какая в полу щель огромная. Мне кажется, что... Вот ты на! Откуда ты взялся здесь, а? Проказник. Не дал мысль договорить. Короче, мне кажется, что здесь есть какой-то подкоп. Сюда нужно проникнуть через низ. Так, я понял. Надо найти где-то туннельчик. Туннельчик где-то спрятан по-любому в каком-то домике. В каком-то здании. Здорово, у тебя есть тут туннели какие-нибудь? Ты ничего не рыл? Не, здесь ничего нет. Здесь пусто. Туннель где-то должен быть совсем рядышком к этому зданию. По-любому, значит, где-то здесь. Кстати, почитав комментарий, я узнал, что граната наносит 200 или 300 дамага. Это, короче, самое мощное оружие, оказывается. О! А, я тебя уже находил. Так что, получается, вот этой гранатой можно с одной пухи выносить голема. Так что, спасибо за коммент. Буду знать. Ага, вот оно где, смотри. Синепон. Так, мы падаем вниз. Ух ты, как глубоко. Нифига себе. Нифига себе. О! Фиолетовые и красные человечки. Как темно. Давай куб туда скинем, посмотрим, насколько глубок. Да. Да там прям бездна. Стремненько. Нам нужно при помощи нашей пряжечки. Давай, поднимаемся. Лететь. Смотри, сколько здесь этих заготовок для человечков. Очень странно. Потихонечку проникаем сюда. Все. Перелетели, слава богу. Блин, а как наверх-то попасть? Я как бы не этот сундук искал. Урон обрушения плюс 33%. Ладно, тоже пойдет. Значит, здесь есть какая-то загадка. А, ну все просто, смотри. Нам нужно туда подлететь и в ту щель закинуть нашу гранату от транслокатора. Это как бы легко. Нужно действовать очень быстро. Значит, давай. Тихо. Тихо. Да тихо, тихо. Магнитя. Вот так вот. Есть. Взобрались. Открываем. Зелененькая луна. Пожалуйста. Ништяк. Открываем дверцу. Мы решили эту головоломку. Ништяк. Кстати, ты посмотри. Пиликает еще локатор. Где-то есть тайничок. Непонятно. Давай-ка спустимся вниз. Значит, еще один кусок луны где-то здесь. А, блок пиксельный. Ха-ха-ха. Все понятно. Все луны оказались в одном месте. Тихо. Ух, как тут темно. А, подожди. Скорее всего, тут нет луны. Регенерация здоровья. А детектор все равно пиликает. Что ж такое-то, а? Блин, где-то здесь пиликает. Понять не могу. Неужели вот где-то внутри вот этого дома? А? Здрасте. По-любому где-то внутри этого дома. Ага, нашел. Вон оно как все рядышком и близко-то было. Опа. Ну все, две луны собраны. Хо. Вот так-то. Изи-бризи, екарный бабай. Ну вот, смотри. Хопа. И просто с одной пухи выносишь голема. Хе-хей, здорово, я притащил тебе луны. Значит, вставляем одну сюда. Другую сюда. О, дерево осыпалось. Ты посмотри. Дерево зацвело. До этого оно было иссушено. А теперь на нем зеленые листья. Чудо. Здесь тоже деревья, смотри, какие сушеные. Так. Найдите причину проблем с водой на вулкане. А, воды нет, поэтому деревья без листьев. Ясно. Здесь вот у нас есть кнопочка. Капуляем сюда гранаточку. Дверки открылись. Тут нет цундуков. Ничего, никаких тоничков. Вроде нет. Иначе бы детектор пиликал. Еще одна кнопочка. Но красная. Смотри, какая тут подсказка. 4,2 типа сделай. Мы уже эту подсказку знаем. Все. Я же положил. Вот вам красненький, пожалуйста. Так. Что у нас здесь? Мы все ближе и ближе к вулкану. Лазер сверху. Который что-то делает с этой трубой. Ну, как бы, да. Пересечь эту реку вулкана будет проблематично без прыгпанели. Поэтому нужно... Нужно, нужно, нужно как-то активировать эту штуку. Что, поползли наверх. Займемся скалолазанием. Посмотрим, есть здесь где что. Лазеечки какие-нибудь. Хм. Хотя, в принципе, я могу туда допрыгнуть. У меня же пушка есть крутая. Ну, или сделать еще, смотри как. Мы с тобой так уже не раз сделали. Кастуем наш кирпич. И пуляем его. Вот так вот, видал? Ха-ха, по-хитрому. Берем, значит, наш шарик. И куда его пульнуть надо? Ладно, давай рискнем, попробуем долететь. До той. Оп. Да. Ху-ху-ху-ху. Это было, конечно, адреналиново. Так, значит, надо попасть сюда, в это кольцо, да? Оп. Ломаем это все дело. И, похоже, что пуляем. Да, если я пройду просто. Нет, пройти не получится. Вот. Пульнул. И? И чего? А, прыгпанель заработал. Хе. Ну, я уже обошел систему. Ладно. Ого. Нифига себе здесь. Опа. Детектор сработал. О, здорово, чуваки. Бам, граната. Не получилось. Кстати, говорили, что если ты телепортнешься на гранату, то это тоже дамаг наносит. Где-то тут есть сундучок. Детектор прям пиликает и пиликает. Опачки. Что это у нас тут? Ага, надо пульнуть сюда. Да легко. Мы уже знаем, как это сделать. Кастуем луч. Нам даже деревья теперь не нужны. Опа. И что мы активировали? Что мы активировали? Активировали мы красильную трубу. Ого. Она покрасила. Ну а также у нас здесь есть пиксельные блоки. Ломаем их. И попадаем. Ну не совсем попадаем. Там у нас цветочки есть. Наверное, мы можем попасть туда через верх. Если я нажму эту кнопку. Ничего не происходит. Надо потяжелее. Вот кирпич. Сюда нужно 540 тонн. Кирпич у нас весит 444. Надо что-нибудь сюда натаскать еще. А, подожди. У нас же есть граната. Сколько гранат весит? Граната. Ну как бы совсем чуть-чуть. Я вешу соточку. И если со мной это все дело, то оно работает. Знаешь что? У меня есть идея. Смотри, коварный план. Красильная машина, по идее, в прошлый раз толкала мою гранату. Мы сейчас это дело аккуратненько здесь... Да блин. Положить надо. А, я же в руки могу гранату брать. Забываю об этом. Кладем. Теперь встаем сюда. Вот так вот. И нужно... А, пульнуть нужно. Поэтому здесь деревья, да, стоят? Оп. Оп. Ну-ка. Пуляем. Покрасил и... Есть! Закатил. Ништяк. Ого, мы внутри. Цветочечки. А, аромат ромашек. А, так а зачем мы сюда попали? Вот мне это еще непонятно. Видимо, для чего-то нам нужны цветы. Цветы, для чего же вы нужны? Что-то надо сюда кинуть. Белое причем. Теперь понятно, зачем цветы. Ммм. Потому что цветы белые. И кольца белые. Но... Нам нужно попасть наверх. Чтобы разбить вот эту всякую штуку. Опа. Прыгаем. Ботиночками. Ха-ха. Теперь нужно покрасить нашу гранату. По всей видимости. Кладем гранату. Цветочек. Опа. Чпинг. Все, гранату покрасили. Сейчас мечом ее толкнем. Там, видишь, есть досочка. В принципе, можно было бы сверху скинуть. Вот, а мы его так вот сделаем. Не, так не прокатит все равно. Не достает. Не достает. Ну, раз не достает, значит, кастуем. Кирпич. Вечно я иду сложным путем. Ну, нравится мне так мучиться, понимаешь? Тихо. Все. Видал? Как сейчас работало. И что это нам сделало? Бежим по проводку. Ууу, как далеко. Слушай. Как далеко. А, прыгпанель активировалась. Прыгаем наверх. Воу, 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 воу. Воу, видел? Так, готовься. Поехали. Не промазать бы. Воу, попал. Сундук, сундук, сундук. Ну, где же ты у нас? Давай, лети туда. Приведи меня к сундуку. Опа. Нифига себе. Подожди, я думал, я к сундуку приду. Вот облом. Обратно уже никак, да? Ой, там уже и големы появились. Черт подери. Транслокатор выручай. Не, кстати, телепорт не наносит дамага. Вот, смотри. Оп. Я телепортирую с нему. И нифига. Так, что у нас здесь? Пиксельный куб. Хм, желтый супраболл. Нужен, чтобы открыть вон те двери. А где мне его взять? Наверное, где-то здесь. Ух ты, какие огромные ракушки. Здесь у нас големы сейчас вылезут. Ну не, ну так не вылази, ну. Нафиг ты нам тут сдался. Получай. О, здрасте. А, а вот где и супраболл мы достанем. Жмых? Нет, жмых не получился. Жмых. О, нифига себе. Он куда летит? Он прям в лаву летит. Я его даже догнать не смогу. Черт подери. Давай сюда попробуем куб поставить. Может он как-то, не знаю, может... А, не получится нифига. Да, а что я туплю-то? У меня же есть телепорт. Значит, телепорт сюда ставим. Ща, быстренько телепортнемся. Главное, в лаву не укатись. Что-то он там где-то рядышком уже катается. Телепортируемся. Ловлю, ловлю. Вот так вот поймал. О, нифига себе. Меня тут уже отряд встречает. Соскучились по мне, да? Стаешь налево. Сколько вас тут прибежал-то? О, больно бьете. Мне нельзя супрабол просрать. Тихо, 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 тихо. Ну, пульни-то в него. Наконец-то. Теперь я буду палан смолять. Фух. Можно вздохнуть полной грудью. Так, куда это мы бежим? Че это у нас тут? Две трубы. Три трубы. Сколько труб? Фиолетовая какая-то фигня, смотри. Сюда нужно опустить коп. Я коп опустил. И он по-любому где-то там упал. Ага, вон, вижу. О, а здесь есть дерево? Есть. Я типа должен к нему теперь примагнититься, что ли? Ага, конечно, примагничусь. Ладно, а че если мы сделаем вот такой вот, Макар? Макар не прокатил. Ммм, я понял. Кастуем, короче, сюда телепорт. Так, стой вот здесь. Вот так. Убираем супрабол. Ммм. Двери закрылись. Так. Ха. Ну все, теперь можно туда взобраться. Хоп. Чпок. И побежали. Та-дам. Я здесь. Так, видимо, мне теперь дальше туда надо, да? Оп. А, он долго-долго катится. Вот, теперь можно. У-у-у. Где это мы? Фиолетовый чувак. Ты глянь на него. Серьезно? Как здесь тихо. Ты послушай, здесь такая тишина. Сколько у него еды. Опачки. Он в недоразумении. Куда-то побежал. Подожди, чувак. У тебя тут... Можно похомячи что-нибудь? Ты же не против? Че у тебя в палаточке? Можно что-то зайти? Нельзя. Палатка закрыта. Блин. Он, короче, зовет, чтобы я за ним пошел. Или он меня в ловушку зовет. Как думаешь? Ладно. В любом случае, нужно туда пойти. Короче. Это мистер Чудо. И он оказался не красным, не синим, не белым, а фиолетовым. Че ты мне вопросительно-восклицательные знаки показываешь, а? Иду я за тобой, иду. Да, конечно, че-то тут с текстурками не ахти. Прям капец как. Ладно. Хорошо, ты поймал меня. А, ты от меня убегал. Как тебе удалось попасть сюда? Он, мой отец, создал все эти головоломки, чтобы никто не смог найти меня. Серьезно? Ну ты, кстати, на него похож. Хе, чудо-юдо. Ты меня к отцу ведешь, что ли? Я не хочу иметь никаких дел с этими помешанными на рассветке кретинами. Слышал, как они меня называют? Мистер Чудо. Ну да, это как-то не очень. Какая им разница, что я сказал и как я выгляжу? Ну, как бы, чувак, ты сын божий для этих чуваков, они в тебя верят, все дела. Че, ты какой-то обозленный капец. Ох, ты здесь не из-за меня. У вас нет воды. Думаю, я знаю почему. Ты че-то создал ужасное, да? Тебе нужен тот пердящий жердяй, который засел прямо посреди потока. От него так много шума. Пойдем, я тебе покажу. О, мы уже побежали. Я бегу-бегу. Я бегу-бегу-бегу за тобой. Смотри, вода капает. И чего? И куда ты мне привел? Этот отвратительный жердяй там. Блокирует поток воды. Можешь делать с ним все, что угодно. Какой жердяй? Где жердяй? Я не вижу его. О, какули какие. Фу, вонищи. Нет, я туда не пойду, слушай, не пойду. Черт, почему вечно я должен... Ладно, я решал головоломки. Я на это согласен. Я помогал синим, я согласен. Я увидел фиолетового чувака, я все увидел. Но вот это, это уже чересчур. Не, 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 не хочу туда. Не хочу, за что мне это, мистер Чудо? Нет. А, ты же не любишь, когда тебя мистером чудо называют. А, я упал туда, черт подери. Это так, это случайно вышло. Блин. Надеюсь, он меня здесь не запердит. Жесть, как пахнет, ужасно. Фу. Ой, нет. Я туда не могу подойти. Они такие огроменные. На весь мир пахнет. Боже мой. Я спрячусь лучше за камнем. Выбудите меня. Налейте сюда воды. А, да, походу. Ладно, затыкаем нос. Ип. Вот так вот. И все. Давай. Давай, пошли. В атаку. Меня надо дожать на красную кнопку. О, али... Говнястые големы. Вы серьезно? Ух ты. Какие они шустрые. Фух. Кстати, пахнуть перестало. Вы серьезно? Их двое? Да ну нафиг так. Где моя... Где моя граната? Так. О, больно. Получай. Буду гранатой их долбить. Ха. Смотри, какой я быстрый. Ты не настолько быстрый, как я. Получай. Оть, оть. Кстати, они друг друга кидают. Вот так тебе. Как ты, шустрый, погибаешь. Будешь погибать, говнецо. Еще чуть-чуть остался. Ты... И ты... О, сколько монеток. Здорово. Здорово. Телепортер. Да я тоже умею телепортироваться. Смотри. Ха-ха. Оп. О, о, о. Больно. Больно. Очень больно. Сейчас у меня хп отрегенится. Ну иди сюда. Ну иди сюда, попсик. Говнястый. Чпинг. Не-не-не-не-не. Все, тебе чуть-чуть осталось. Есть. Есть. Я победил говно... Говнецом. Я не знаю, радоваться этому или нет. Это такой подвиг. Одолеть говнистых големов. Фух. По крайней мере, я спас мира два нищей. Пойдем сюда зайдем. Че это? Че у нас там? Чпинг. Сундук пиликает. Точнее, детектор сундуков. Нифига себе. Ты видишь это? Это получается, его какахи превратились в големов, чтобы меня затормозить. А основной босс вон он сидит. Он перекрыл всю речку своей жопой. Это ладно. Так он еще пердит в эту речку. А мы потом эту воду пить будем. Мыться будем. О май гад. Ужас какой. Ну ладно, хоть река проточная. Первые два дня мы точно не будем пить из этой воды. Ну и мыться, конечно же. Так, давай вначале найдем сундук, который здесь пиликает где-то рядышком. Где сундук? Вот он, черный сундук, смотри-ка. Че в нем? Урон вторичной атаки пушки Х2. О, у меня теперь дамаг 64. Но этого, конечно, все равно маловато, чтобы расплавить стальные прутья. Нужно 128 урона вторичной атаки. Ух, ну че. Пойдем с этим жирным пердуном сразимся. Блин, капец он огромный, слушай. Он уже на меня смотрит? Нифига себе. Нифига себе. Он меня уже впалил. Ты посмотри, как вода вокруг него. Такая зеленая, зеленая лужа. Он там сопли пускает, что ли. Не только пердит. Ну ты жуткий тип. Вау, увернулся, я в матрице. Че, походу будем... Ааа, не так-то все просто, слушай. Он пердит. Фу. Получай. Его это не берет вообще. Смотри, как он попердывает с зеленой жижей. О, зря я, короче, близко так подошел. Надо прятаться за... Вот так вот. Прятаться за трубами. Взлетаем. Вон там вот лава красная есть, смотри. Может быть мне огненными фаерболами в него пулять? Давай попробуем. Здесь нужно решать все очень быстро. Так, встаем сюда. Получай огненные фаерболы. Не, они его не берут, слушай. Они огненные фаерболы его не берут. Я отсюда, кстати, свалить могу вроде как, да? Так. Ну нафиг этого пердона. О, не понял. Меня... Хе! Я отсюда выбраться не могу, пока я его не победю. Вот это прикол. Так, ладно, я понял, что побеждать его нужно не оружием, а умом. Нужно решить головоломку. У нас есть красительная машина. У нас есть радиоантенна. Вот это непонятная штука, че тут? У нас есть лава с тобой. У нас есть жирный пердун. Атака тому, братище. Ой, кажется, он сейчас пульмет меня. Так, прячемся. Заходим сюда. Сюда нужно супрабол притащить. Ты уже здесь, мистер Чудо? Нет нужных вещей. Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Спасибо тебе за это мудрое наставление. Ты просто гений. Что у нас тут? Угу. Прэк-панель. Так, давай нажмем вот на эту кнопку. Ну, получается. Кастуем. Электричество. Получили электричество. Хорошо. Это очень прекрасно. Прэк-панель заработала так же. Ага. Из-за того, что тут решетки. Я их могу плать? Нет, плать я их не могу. Из-за того, что эти решетки тут стоят, я не могу туда пролететь. Но зато может пролететь моя граната. Оу, как я... Мне, может, ему на голову надо попасть, я не знаю. Так. Летит гранатка. Почти. Ух, какой ты потный. И вонючий. Так, хорошо. Ух, больно. У нас здесь активировалась радиоантенна с электричеством. Мы ее можем запульнуть. Ага. Теперь понятно, зачем здесь вот эта штука. Пуляем сюда наш транслокатор. Нам нужно попасть теперь вон туда. Туда нужно что-то зелененькое закинуть. Смотри-ка, мы ток сюда подали. А-а-а. Ясно. Труба передает электричество. Вон та труба. Передает ток сюда. Значит, теперь нам нужно сделать мостик. Вот такой вот. Есть. Красивная машина заработала. Нам нужно теперь начать красить. А начать мы красить начнем только тогда, когда я закину в это кольцо наш транслокатор. Ну что, погнали. Баскетбол трехочковый. Опа. Мы что-то там закрасили чуть-чуть. Но что-то непонятно. Зачем? Опа. Спрятались. Так, я не понял, для чего мы покрасили это все дело. Значит, нам нужна окраска какого-то особого цвета. Здрасте. Пожалуйста, не пердите. А то я у вас практически за попой хожу. Фу, фу, фу. Как вы могли, товарищ. Как же мне достать супрабол? Где его вообще взять? А? А, погоди. Погоди, погоди, погоди. Мы же можем сделать вот так вот. Когда он прокатится, вот тебе и желтый. Ё-моё. Вот я туплю. Так, мы что-то активировали. Открыли ворота. Здесь у нас мухи. Но зачем мне мухи? Там же нет морковки. Может, мухи... Подожди, мы мух подожгем и направим на него. Мухи же, когда в огне, они на своем пути все сметают. Вообще просто капец. Так, значит. Мухи. Идите сюда. Летим, летим, летим. Все муки летим. Ну ладно, не все. Не, хватит истока. Теперь сюда. Интересно, они пройдут через этот... Через этот желтый щит? Ну-ка. Да, проходят. Отлично. Теперь мухи идут сюда. О, ты здесь. Ну-ка, подскажи. Тебе нужен другой способ, чтобы раскрасть тебя. Эти мухи выглядят намного голоднее, чем обычные мухи. Как бы их так обмануть, чтобы они съели этого мистера Пердона? Гениальная идея. Я до этого сам доедал. Уже до твоих подсказок. Нет фиолетового кристалла? Подделай его. Кстати, а точно. Может быть же... Может же быть тут кристаллы есть. А чем мне его подделать? Это демон. Поэтому жар и выстрелы не могут причинить ему вред. Ну ты, Кэп. Ты думаешь, я до этого в него не стрелял? Я уже все перепробовал. Может еще что-нибудь какую-нибудь подсказочку дашь, а? Тебе нужно найти другой способ, чтобы раскрасить себя. Подожди. Я же могу покраситься в зеленый цвет от его пердежа, правильно? Только зачем мне это? Так, значит... Встаем сюда. О, фу. Ну вот. Хо. Да, это было мощно. Мои глаза. А не... А тихо мне сюда нельзя входить. Блин, я смыл все себя. Опять. Опять нюхать этот пердеж. Господи, мои глаза, они опять слезятся, словно я лук порезал. О-о-о-о. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не надо на меня тут орать. Значит, проникаем сюда. Фух. Нам нужно теперь покрасить фиолетовый цвет мою гранату. Я даже знаю, как это сделать. Обхитрим систему. Гранатка. Стой здесь. Хотя нет, гранату надо поставить повыше. Например. Например, например. Куда бы ее поставить? Давай вон туда. Вот сюда мы ставим гранату. Надеюсь, она не скатится. Вот так. Теперь пуляем в нее. Фиолетовый. Отлично. Так. Мухи. Вы должны. Да. Мухи перелетели. Стоим, тусим здесь. Так. Все. Мы снова подали электричество на красильную машину. Теперь осталось только прыгнуть мне в кольцо. Чего? Пойдем. Опа. Все. Он пал... Мы покрасили. Ха. Мы покрасили этого пердуна в красный цвет. Подожди. Его надо покрасить знаешь какой? Фиолетовый цвет. Ё-моё. До меня только сейчас дошло. И мухи тогда на него поведутся. Фиолетовый. Есть. Ну-ка. Давай проверим. Опа. Все. Он окрасился фиолетовый. Довольно огромный фиолетовый. Надеюсь, что мухи чухнут на него. Ну что, впускаем, смотрим, что с ним будет. Так. Кинули мух. Вроде они там осели или нет? Они осели или нет? Ты видишь мух? Я вот не вижу. А может быть его все-таки в оранжевый цвет морковки покрасить? Так, давай это попробуем сделать. Вот, оранжевый у нас есть. Вообще цвета радуги сейчас его перекрашивал уже, блин. Вот, все. Он теперь оранжевый. Отлично. О! Ха-ха! Браво! Бравы, Симу! Сработало! Чудесно, дорогой. Я так-то бы горжусь. Отличная работа, сын. Да, отличная работа. Спасибо, что спас меня. Папа говорил, что вы ужасные люди. Прости меня за все. За все, что я тебе сделал. Хм, ну я, конечно, подумаю. Короче, транслокатор ты больше не увидишь. Пауль скрыл кое-что в своем прошлом. О, почти скандалы, интриги, расследований. Папа, о чем это она? Хе-хе-хе. Я заполучился, прекрасную леди. А не он, этот лошара. Павло, прекрати. Че это? По делам этому синему королю. Прости. Синий, как обычно, три точки всего. Вы куча идиотов. Че? Они недоумевают. Это же мистер Чудо, вы че? Чуваки. Отец? Папа? Он настоящий? Он вовсе не красный. И не синий. Круг. Он действительно парит. Это чудо. Это просто тонкий провод, идиотина. Пап, что все это значит? Синий король сейчас в обморок упадет. О, нет! Мы прошли Супролэнд! Ха! Вот это финалочка! Благодарю всех за это прекрасное приключение. Надеюсь, вам понравилось это песочный красный-синий человечки, ну и, конечно же, фиолетовый мистер Чудо. А, да, еще огромный жирный пердящий пердун, который перекрыл воду. В общем, если тебе понравилось, то ставьте лайкос, комментос и подписчика, если ты еще не подписан. А на этом я с тобой прощаюсь. Чао, амиго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!